Чё ты от меня хочешь? Я у тебя спрашиваю, чё происходит, да? Чё творишь? Ну, может, у тебя надо спросить, чё происходит? У меня всё как было, я здесь. Я вижу. Это ты где-то был? Я вижу. Я всё прекрасно вижу. Не слепой, не верю. Тебе объяснить или чё? Что происходит? Да ты сама не догадываешься. Ты что, у нас жопа полная? У кого? У нас. Ну что, всё, не надо, я же тебе говорю. Если я сейчас приехал и начал говорить о том, что я был не прав где-то, и ты началась манипулировать. Ты всегда был прав. манипулировать этим сразу начала. Понимаешь? Понятно. Что-то, кажется, это, ну, чуть-чуть не то ожидал я. Ага. Как бы. Я тоже ожидал, что... Ваня, элементарно, да, после того, что произошло, и после того, как ты мне сказал по телефону, послушай меня, пожалуйста, чтобы я сейчас не говорил, как есть, будь любезно, закрою тему и иди дальше. Ты послушай, что ты мне говорил по телефону, что ты извиняешься, что ты очень сожалеешь, что так произошло, что ты меня любишь. Да. А что же поменялось после того, вот сейчас... А что поменялось, когда ты мне даешь обещания, а их не выполняешь, а? Что поменялось? Обещания не выполняешь, Ваня? Да. А когда ты даешь мне обещания, а их не выполняешь, что мне нужно сделать? Я тебе обещания какие давал? Не хамить, не грубить, руку не поднимать, Ваня. Подожди, а по какой причине ты сейчас за себя отвечай? Ваня, это ты когда научишься отвечать за себя и не убегать? Я тебе еще раз говорю, за себя отвечай. Ты когда научишься отвечать за себя и не убегать? А убегать я куда убегаю? Ну, если ты не заметил, убежал. А куда я убежал? От чего? Далеко и надолго, Ваня. Я убежал далеко и надолго. По-моему, разговор был, и по-моему, я думал, что ты все понял. Иди давай отсюда. Это потасовки, наши скандалы, и после них мы не можем быть вместе. Мы не знаем, как решить эту проблему, потому что когда мы вместе, мы ругаемся, это заходит далеко, это никому не нужно. Дожди, но мне показалось, что ты вчера приехал в городские квартиры для того, чтобы побыть с ней и замириться. Ну, как-то не дошло до разговора, опять уперлись мнениями, рогами и разошлись. В конфликте мы, честно говоря, виноваты вдвоем. Вань, ну эта проблема существует, потому что ты продолжаешь поднимать руки. И бить свою девушку. Я не знаю, как решить, я не могу этот момент решить. Я не хочу, чтобы это было систематически. Я хочу решить эту проблему раз и навсегда, я не знаю. Вань, ну тогда она-то тут ни при чем, ты должен сам собой решать эту проблему, если ты поднимаешь руку на свою девушку, и это ненормально. Это ненормально, правильно. Ну, с ее стороны очень жестокие провокации. В прошлый раз, когда она меня первая начала там по щечину, по спине бить, начала это все делать, понимаешь, что последовало моим как бы действиям вот этим. То есть она тебя ударила первая? Да. Либерж. Ну, Ваня абсолютно был прав. Действительно, мы не были готовы к этому разговору. И у него затаилась обида на то, что произошло тогда ночью. И у меня еще не остыла как бы эмоция негативная. Поэтому мы были не готовы просто для общения. И если бы мы продолжили разговор, это, скорее всего, привело бы к тому же, с чего мы и начали. Это драка. Ксюха, помириться, ну, как я сказать, можно. И найти какие-то точки, там, соприкосновения, мне вопрос, да. А как, мы не можем решить, мы не знаем, как разрешить вопрос. Вон, сейчас вопрос стоит не примирение, а вопрос, стоит ли вам быть вместе, потому что ты не можешь совладать со своими эмоциями. Нет, стоит нам вместе, потому что я эту девушку люблю. И я буду пытаться, стараться, да, каким-то советом прислушаться, как-то это все убрать, потому что я не могу без нее. Давай тогда спросим у ребят, кто знает, как можно найти выход из этой ситуации. Сереж, ты можешь что-то посоветовать? Да, ты знаешь, я не то, что совет дам. Мне просто кажется, что между женщиной и мужчиной завязываются отношения, да. И вот они друг друга ставят. И как женщина себя поставит, если она ставит себя так, что она первое провоцирует, пытается там как-то ударить его по спине, это и есть вызов на поединок. Мужчина и бросается на нее, и бьет ее, и так далее. Если бы Либерш вела себя по-другому, как леди в отношениях, я уверен, что Барзиков же не идиот полный, что он взял бы и леди жахнул бы по плечу или еще что-то. Мне кажется, просто Либерш провоцирует. Я очень соглашусь с Сережей Пынзарем. Более того, могу сказать, что очень многие должны ребята в парах брать в пример. Сережа и Даша, которая девушка-девушка прям, вот которая не будет вот так вот говорить, как та же Катя Токурева-Венцу говорила. Я мужик, мужик, бей меня. Или бить там по лицу, по спине и ждать, что тебя за это по головке погладят. Может быть, нужно быть девушкой на самом деле. И действительно, уж если тебя даже молодой человек толкнул или обидел, может и расплакаться, и быть слабой. То есть сила женщины в ее слабости... Либерш, ей нужно просто заплакать, ей нет. Сила женщины в слабости, это я тебе точно говорю, 27 лет брака говорит об этом. То, что меня за 27 лет мой муж ни разу не ударил. Это говорит о том, что, несмотря на то, что все кричат, что матриархат не матриархат, это говорит о том, что я уважаю своего мужчину, а он любит меня, никогда меня не трогает. Спасибо большое. Либержик. Пока я сама лично не приду к какому-то решению, как можно эту проблему убрать из отношений, мне кажется, действительно, ну, нет смысла нам съезжаться, сходиться и находиться вместе. Потому что я не хочу повторения, я очень сильно тебя люблю, и я не хочу, чтобы в очередной раз ты и я пережили вот то, что бывает у нас достаточно часто. Я только за, чтобы вы поскорее решили вашу ситуацию. Не просто решили, да, а действительно уже к чему-то пришли и следовали своим каким-то правилам, которые у вас, в вашей семье будут существовать. А Иван Барзиков в последнее время часто задевает Снежанну. Без их конфликтов не обошелся, похоже, не один день. Девушку пытается защитить Олег Майами, и это приводит к конфликтам, как и сегодня, после презентации новичков. Мало получил. Мало получил, я тебе еще раз говорю. Чаечка. Получил здесь стыд. Чаечка, мало получила. Бегал, выдохся. Чаечка, мало получила. Мало получила, Чаечка. Как он с девчонками разговаривает. Мало получила, Чаечка, я тебе еще раз говорю. Сидит только и может, девушка. Чаечка, мало получила, я тебе еще раз говорю. Чаечка, ты мало получила, я тебя спрашиваю. У нас девочек на поле не бьет. Варина в городской квартире стоит. Чаечка, ты мало получаешь. Я должен сказать, не полюбил мальчика и горяк. Олежка, одни сюда. На разговор сюда подойди, пожалуйста. Ты так слабо, мог бы пообозьяк. Олежка, сюда подойди. Что ты хочешь? Подойди на разговор. А что я с тобой разговаривать должен? Я тебе говорю, подойди на разговор сюда. Я тебе объясню еще раз. Ты нарушишь нейтралитет, и я тебе щелкну. Щелкни? Щелкну. Еще раз наруш. Я тебе говорю, щелкну. Я тебе еще раз говорю, щелкну. Я тебе еще раз говорю, щелкну. Щелкну. Понял? Что делаешь? Еще раз, будешь вставать. Хватит. Тихо, тихо. Не надо, долбись. Еще раз, ты нарушишь нейтралитет, я тебя накажу. Я тебя накажу. Еще раз, ты нарушишь нейтралитет, я тебя накажу. Я тебя объяснил. Что забыл, я напомню. Урод ты моральный. Мне надоело в последнее время говорить одно и то же. Причем, что я, что Ольга Бусова, наверное, говорим это слишком как-то мягко. В связи с тем, что мы девушки все-таки. А здесь и куча парней на проекте. И нам сложно что-то донести до вас. В последнее время каждый сидящий на этом лобном месте забыл, что такое телепроект «Дом-2». Какие правила на этом проекте. И вообще, зачем вы сюда пришли. А я хочу вам напомнить. Я здесь 8 лет. И я прекрасно помню, что здесь делали мальчики и девочки. Все эти 8 лет. Конечно же, они ругались, безусловно, так же, как вы. И, конечно, они что-то не могли там поделить. Но при этом, при всем, я видела 8 лет, как люди строят свои отношения. Здесь я в последнее время тоже забыла, что это такое. Потому что вы их не строите. Вы целыми днями только думаете, как бы пожестче кого уколоть, ударить, избить, сказать гадость, поставить на место, вызвать на драку. Я в последнее время не помню, чтобы на лобном месте кто-то из вас сел, сказал, Ксюш, а дай мне слово. Я хочу поблагодарить того-то и того-то. Ксюш, а я хочу сказать, что сегодня был прекрасный романтический день, который я провел со своей девушкой. Я так счастлив. А вы знаете, я здесь подружился и нашел вторую половину в этом человеке. Я вообще такого не слышу. Я только слышу, Бородина, дай мне слово. Я считаю себя правым в этом. И я буду это делать. Я буду ее давить. И вы уже трогаете родителей, семью, детей маленьких, которые только недавно родились. Все вообще. Вы уже ни перед чем не останавливаетесь абсолютно. Вас уже ничего не пугает. Вы готовы идти на пролом? Ради чего я хочу узнать? Ради чего? Сейчас я хочу поговорить с Иваном. Значит, Иван, я хочу понять, чем тебе мешает Снежанна. Может быть, она тебе нравится, и ты таким образом заигрываешь с ней. Но мне казалось, ты строишь отношения с Либерж. Правильно тебе казалось, Ксюшка. Могу сегодня несколько раз Снежану не цеплял, а разговаривал с некоторыми личностями. Почему сутки напролет ты отбрасываешь колкости в адрес Снежанны? Объясни мне. Я тебе объясню. Я отвечаю этому человеку тем же самым способом, как он мне. Снежанна тоже себя отвратительно вела, да, и я это абсолютно не отрицаю. Вместе с... где у нас, Евгения? Тут я. Да, здравствуй. Вот молодец, что сидишь рядом. Я сейчас по всем, ребята, вы не беспокойтесь. Не то, чтобы сегодня день Ивана у нас, понимаете, на Тенте, или день Снежаны. Потому что каждый из вас ведет себя отвратительно. Ты, Вань, ты не остановился в оскорблениях с Майами сегодня и ударил его головой по носу. Я тебе могу объяснить. У нас с человеком, по-моему, нейтралитет. Что утром сегодня он у меня цеплялся второго этажа, я ему объяснял, по-моему, нейтралитет. Он обоюдный нейтралитет. Обоюдный нейтралитет. Я ему слова сегодня не говорил. После чего он сидит, когда мы выясняли отношение Снежана, было, он начал заступаться за Снежану по какой причине. Я ему говорю нейтралитет. Ты так же когда-то заступался за токаревым мастерком и вызвал его на дуэль. Я тебе объясню, я с разрешения ведущих это сделал. Сегодня я отвел его поговорить. Говорю нейтралитет. Будешь соблюдать? Нет, я тебя не боюсь. Я буду продолжать говорить. Ты его спрашиваешь, ты что, вдарить? Подойди, я ему не говорил. Я человека отводил и говорил, Олег, если дальше будет продолжаться, то мы не сдержим друг друга. Целыми днями ты вызываешь в Майами на дуэли. Вы деретесь. Прошлый раз вас не наказали за эту ситуацию. Сколько вы, я понимаю, почему не наказываем? Потому что думаем, ну сейчас люди поймут, да, как бы, что вот ситуация накаленная, что и в следующий раз, если я облажаюсь, это как с опозданием. Вот я знаю, я опоздал на работу один раз, второй раз. Я знаю, что третий раз я точно этого не сделаю. Понимаешь? Потому что у меня будут проблемы на работе, даже если мне начальство ничего не сказало. Наглеть нельзя. Ты правильно говоришь? Так же с вами ситуация. Если вы один раз провоцировали драгу. Второй раз, третий раз. Я думаю, ну когда же будет стоп? Когда же люди поймут, что так жить нельзя? Понимаете? Но мы же не в запарке, обезьяны. В том-то и дело. Ты говоришь, знаешь, что тебя накажут, да? А как ты думаешь, когда человек знает, что нейтралитет, и он провоцирует драку, скандал? Он не имеет права заступаться за девушку? Я не понимаю, в чем проблема. По какой причине? Если у нас игнор. Игнор человеком. И у нас конфликты и драки после этих скандалов. Ты первый перешел этот дно, простите. Ты первый после Снежана начал его оскорблять. Подожди, стоп, я разговариваю с Снежану. Человек начинает лезть и рассказывать. Как я тебе хоть слово оскорбил? Оскорбил. Шэм, Бэм, тебе весь алхарит, сука, перечислятель. Подожди, подожди, не надо. Вы говорите зрои эти отношения. Снежина, держись, держись, держись в руках, пожалуйста. Мне неприятно, я каждый день слушаю по поводу своей репутации. Какие-то гадости. Больше для тебя слов нет. И о чем можно с этой женщиной разговаривать? Я девушка для начала. А для меня ты женщина. И ты каждый день доводишь мне в состоянии, что я матерюсь и плачу. В такими раками ты получается по-другому, я не знаю, что я виноват. Значит так, Иван, я еще раз говорю, мне надоели эти лобные места, я не собираюсь занимать ничью позицию. Не надо мне тыкать пальчиком в девочку и говорить, вот она какая. Я еще раз говорю, виноваты все, она тоже виновата. Я согласен с этим. Но я сейчас обсуждаю твое рукоприкладство. Ты сегодня головой ударил Олега. Я не буду тебя спрашивать, зачем ты это сделал, почему. Я просто говорю, что это хамство. И руки здесь распускать на проекте вы не будете. И я так понимаю, пока вас не накажешь, пока вас не окунешь, вы не понимаете, что хорошо, а что такое плохо. Поэтому, Иван, тебе наказание не избежать, у тебя дисквалификация. Мы будем думать, что с тобой делать дальше. С сегодняшнего дня ты покидаешь этот телепрайд. Тебе ясно? Да. Замечательно. Идем дальше. Либерш, что ты плачешь, Либерш? Я не знаю. Ксюша, правильно то, что наказываете, просто, ну, не навсегда. Я не знаю, как вообще. Вань. Да не плачь, я приеду тебе, я все нормально. Либерш, твоя ошибка в том, что ты очень часто мужчину прощаешь за то, что он поднимает свои руки. Как бы тебе сейчас не было горько и жалко, Ваня покидает наш телепроект. И это больше не обсуждается. Все, спасибо, дальше мы идем. Либерш по Дону, несмотря на скандалы с Ваней, стремилась сохранить отношения. Но после недавней ссоры пара так и не сошлась, а теперь и вовсе в разлуке, потому что Иван был дисквалифицирован на некоторое время за свое грубое поведение. Либерш переживала и плакала. Правда, многие заметили, что переживать стресс она все чаще стала за бокалом с алкоголем. Привет, Толь. Привет, ну как у тебя дела? Нормально. Не грусти, что ты там в одиночестве. Скажи мне честно. Ну плохо, да, но я могу сказать так. Плохо? Развлекаюсь. Развлекаюсь себя как могу. Плохо одной или плохо без Вани, Либерш? В том-то и дело, что и так плохо, и так плохо. Мне кажется, немножко неправильный метод ты выбрала для того, чтобы развлекать себя, дорогая моя. Мне кажется, тебе нужно поменьше употреблять алкоголь, Либерш. Оль, соглашусь с тобой. Серьезно, вчера плохо на душе было, в отношениях бардак полнейший, да, как бы с Ваней не разобрались толком, что вот, ну, расслабилась. Один день плохо расслабилась, второй день плохо расслабилась. И так ты будешь расслабляться, пока тебе не станет хорошо. Нет, хорошо. Да нет. А потом тебе хорошо в принципе не будет без этого, без алкоголя. Я просто хочу, чтобы ты взяла себя в руки, потому что то, что мы сейчас наблюдаем, меня это заставляет очень переживать от себя. Оль, отрицать даже не буду, действительно, ну, как бы, ну, наверное. А в городские квартиры вернулся после дисквалификации Иван Барзиков. Чего сидим без настроения, мать? Это тебе. Спасибо, говорит. Чего ты тут без меня, а? Как у тебя обстоят дела? А? Ну и чего со слезами на глазах? Цветы она обняла. Давай. Давай. Ну так, не плачь. Так, все. Все, не плачь мне. Чего мы тут устроили? А? Чего устроили мне? Кто плачет? Ну и чего? Слышишь меня, мать? Так. А ну-ка, смотри на меня. Давай, вытрясли. Чего мы говорим? Сало тебе привез. Кохана моя. Сало будешь? Нет. Не провоцируй просто-напросто эти моменты. Смотри, я себя могу до определенного момента как бы сдерживать, да? Но тоже в тот же момент не доводи ситуацию, да, критической. Ваня, вот до прихода любишься, как-то лучше говорил. Нет, просто я, мне не нравится вот ее политика. Она когда вот приходит, она сразу на меня всю вину переложила. Я ни разу на тебя всю вину не переложила. Ну, последний-то раз действительно жива, она просто сидела с компьютером, ты ни с чего не толк не подошел. Ну, как бы и в этот момент я должна была сгладить вот конфликт и уйти. В этот момент ты меня ударила по щечину и по спине начала бить. Ты забыла что-нибудь? Компьютер, когда ты сидел, я начала выяснить, по какой причине ты молчишь и не хочешь со мной разговаривать, а и так грубо. Пошла, не могу. Ты до сих пор пытаешься оправдать себя или что? Себя? На тот момент мастер-боле. Ты спорт взяла? Костюм взяла? Да прям я полуптежам еще хожу. Я укладку ходила, делала. Куда ты? Ну вот что? А что такое случилось? Я вот понять не могу. Вот сейчас и пошла плакать. Нет, нет, Ванька просто сейчас говорит о том, что, Либерж, ты тоже как бы, я буду стараться, но ты тоже меня не провоцируй. Либерж. Ну, что ты плачешь? Что мне делать? Плесать? Я понять не могу. Ты по каким причинам плачешь ходишь целый день? Вань, ты знаешь, чтобы решить проблему и с позитивом вот прийти, я бы пришла бы и сказала, да мне пофиг, да вся вина на мне, да. Я виноват, а ты мне сейчас начинаешь. Слушай, я тебе еще раз говорю, что я тебе начинаю, что я тебе сказал, не провоцируй меня или что? В чем проблема? Я не вопрос, я могу всю вину на себя взять. Не надо ничего брать. Только ты себя не оправдывай. По каким причинам ты себя оправдываешь? Я ни слова не сказала про это. Ты сказала только что. Я ни слова про этот конфликт не сказала. Только что, вот, ты только что сказала. Я бы всю вину на себя взял. Вань, это ты пошел с соседями разговаривать по этому поводу. По какому поводу с соседями? Ну, по-моему, решили здесь изменить. Все, не хочу, не хочу, не хочу. Мы же не ссоримся, мы с тобой нормально разговариваем. Я же не ругаюсь, не кричу на тебя, не матом не ругаюсь, ничего не делаю. Просто попросил как бы. Это плохо? Это плохо, что я попросил? Почему это плохо? Если хочешь, давай, я во всем виноват. Да не ты во всем виноват. Ну, а что такое? Ты все лбляешь, так и вперед все. Лебед, можно бояться своей жизни, не выходить из дома. Потому что боишься, что машина тебя собьет, понимаешь? И все, и целыми днями дома сидеть. Ну, знаешь, когда раз собьет, два собьет, на третью уже посидишь дома. Ребят, сегодня состоялся долгожданный разговор ваш, который принимал разный градус в течение всего дня. И мне было очевидно, что Леберша как-то была расстроена итогом разговора. То есть, такого долгожданного, скажем так, прощения она не услышала. И раскаяния так не увидела. Привет, Поляна, привет, Оля. Ну, не то, что мне раскаяния ни к чему. В первую очередь, я хотела увидеть действительно серьезность намерений Вани. Потому что я действительно боюсь повторения того, что происходило до этого. И ни его, ни меня не устраивают эти отношения. Уж тем более не наших близких. Поэтому я с каждым словом пыталась все больше и больше найти подтверждений для себя, что такого больше точно не произойдет. Ты получила подтверждение, Леберш, сегодня? Ну, я просто поняла, что их не нужно искать. И просто либо ты веришь в то, что произойдет и будет все хорошо, либо нет. Ну, мне кажется, настало время тебя послушать. Потому что никто, кроме тебя, не скажет нам, повторится все, что было или нет. Знаете что, я, наверное, в первую очередь хочу извиниться перед ведущими за то, что я нарушил правила. Ну, наверное, не стоило перегибать палку и не стоило переходить на вот такие движения. Обещаю вам в следующий раз такого не повториться. И тех, извиняюсь перед теми людьми, в чью сторону я очень сильно грубил. Во-первых, это в первую очередь меня не красит. Так что в дальнейшем я собираюсь меняться, как бы, и думаю, у меня это получится. Ребят, вы провели с Ваней и Либерж весь день городский. Поэтому хочется, наверное, послушать ваше мнение в первую очередь. Женечка, как ты думаешь, Ваня сможет измениться? Оль, ну ты знаешь, действительно, Ваня приехал загорелый, свеженький, отдохнувший. Мы рады его видеть на самом деле. И хочется верить, что он изменился. Но вы сами послушайте, ну как может человек измениться за неделю? Ну, по-моему, это абсурд. Нет, такого не может быть. Человек может измениться только в том случае, если в жизни что-то произошло кардинальное. Так я в изменения человека не верю. Поэтому хочется верить, я оптимист по жизни. А что должно произойти, Женечка? Скажи мне, пожалуйста. Ну, на меня, например, повлияла любовь. Что должно произойти, чтобы он перестал бить и обижать Либерж? Тут они должны правильно, Ваня говорит, оба работают над отношениями. Потому что если Либерж будет спускать с рук, то это будет продолжаться. Ване нужно научиться сдерживать гнев и агрессию, когда он хочет распсиховаться. А Либерж не позволяет с собой так обращаться. И, может быть, тогда вдвоем, борясь за свою пару, у них что-то и получится. Только так. Ваня, Либерж, каким вы видите свое будущее? И видите ли вы его вообще? Я, наверное, начну. Вижу, я свое будущее, честно говоря, наверное... Что? Я свое будущее вижу, когда я чуть-чуть сейчас образумюсь, честно говорю. И тогда, когда я образумюсь, я считаю, рядом со мной будет счастливая девушка. Но скажи мне, пожалуйста, Вань, в твоем будущем Либерж хотя бы есть? Или там длинноногая блондинка и ты на дорогой машине? На дорогой машине шикарная мулатка со мной и мои друзья. Ну что ж, ребят, в любом случае, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поэтому пока вы сидите вместе, пока вы возвращаетесь друг к другу вновь и вновь, прощаете друг друга. Наверное, это говорит о том, что что-то между вами есть. Возможно, это любовь. Может быть, и нет. Но для того, чтобы понять, вам нужно прожить это время и разобраться в своих отношениях. Ваня, с возвращением тебя. Я очень надеюсь, что эта дисквалификация пошла тебе на пользу, и ты вынес определенные уроки.